МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любезный и вежливый, он наделён врождённой элегантностью. Это от матери. Но когда его не слышат чужие уши, он изъясняется языком пирата, который берёт на абордаж торговое судно. Черты лица Майкла Дугласа мягкие и деликатные, в пастельных тонах. А за этим фасадом взрывчатое вещество большой разрушительной силы, кипящей в нём мистовой страсти, это от отца. На съёмках эротического триллера «Основной инстинкт» Майкл Дуглас повздорил с режиссёром Полом Верховеном. Увёл режиссёра в свою гримерную, прикрыл дверь. Разговор принял очень откровенный характер. У Верховена открылось кровотечение из носа. Его пришлось отвезти к врачу. Магическое обаяние соблазнителя сочетается в нём с ощущением уязвимости, что особенно сильно действует на женщин. Каково его жене читать в глянцевых журналах рассказы о подвигах собственного мужа? Хотя некоторые дамы, утверждавшие, что делили с ним постель, в реальности никогда его не интересовали. В десятилетии он старался выйти из тени великого отца, сыгравшего множество ярких ролей. В каждом интервью Майкл не забывал напомнить корреспондентам, что всего добился сам, твердил, мой отец и я совершенно разные люди. Кирк Дуглас оставил его мать, когда мальчику было пять лет. Конечно, Майклу не доставало отца. Он всегда был занят, снимал фильм за фильмом. Но и Майкл станет таким же. И его первая жена и сын будут жаловаться, что им не хватает внимания. Майкл видел Кирка на экране и восхищался, как и другие американцы. Он совершал невероятные подвиги. Бог мой, он же был спартаком. Как я мог соответствовать ожиданиям такого человека? Я плакал и думал, разве я способен стать таким же, как он? Его отец совершал подвиги на экране. Майкл в жизни. Во время съемок сложного эпизода на катерах каскадер получил удар по голове, потерял сознание, упал в воду и стал тонуть. Майкл, не раздумывая, как был прямо в одежде, нырнул и вытащил коллегу. Спас ему жизнь. И получил от президента страны награду за храбрость. Майкл смелый человек. Рисковый, любящий приключения. Научился летать на самолете, управлять судами. Из автомобилей предпочитает спортивные. Имя отца нисколько не помогало в карьере. Скорее работало против него. Он слышал за спиной снисходительное. Да, но он не Кирк Дуглас. А он и не хотел быть похожим на отца. Но все продолжали их сравнивать. И для журналистов, и для зрителей он долго оставался сыном Спартака. Образ, блистательно сыгранный Кирком Дугласом. Но Майкл добился своего. В одну ночь Кирк Дуглас превратился в отца Майкла Дугласа. Сын затмил отца. В Голливуде немногие дети достойны отцов. Поклонники, журналисты и фоторепортеры, окружающие знаменитость, начинают казаться нормальной жизнью. Невозможность добиться того же погубила многих актерских детей. Как правило, судьбы голливудских отпрысков печальны. Наркоманы, неудачники, бездельники, развращенные отцовской славой и отцовскими деньгами. Через шесть лет после того, как он унаследовал отцовскую профессию, Майкл заработал миллионы и получил Оскар, приз Американской киноакадемии. Посравнив скептиков, стал одним из самых успешных актеров и продюсеров. А были времена, когда его собственный отец и доллара бы на него не поставил. Кирк Дуглас, сын неграмотных евреев и мигрантов из России, вырос в абсолютной нищете. Он олицетворение американской мечты, поднялся с самых низов. Кирк не стеснялся своего прошлого и не старался его забыть. Всем, кто готов был слушать, рассказывал о своем бедном и жалком детстве. В высшем обществе, когда кто-то заговаривал о том, как прекрасно держать лошадь, добавлял. Это верно. У моего отца была лошадь. Он возил на ней тележку с хламом. Через Элис-Айленд с 1892 по 1924 год прошли 16 миллионов иммигрантов. Его родители прибыли в Америку в 1908 году из Российской империи, спасаясь от антисемитских погромов. Отец работал старьевщиком. В семье семеро детей. Кирк единственный мальчик. Отец считал, что он должен зарабатывать, кормить сестер. Мать настояла, чтобы мальчик получил образование. Пока он учился, в нем проснулась тяга к сцене. Поступил в Академию драматических искусств. А тут началась война, и он записался во флот. Пока осваивал специальность в связи с подводного флота, увлекся красивой девушкой по имени Диана Дил. Они поженились. Но медовый месяц длился недолго, пока его корабль не отправили на Тихий океан воевать с японцами. Он был тяжело ранен, вернулся с войны с наградами. Майкл появился на свет 25 сентября 1944 года. Но Диана, профессиональная актриса, не желала сидеть дома. Она тоже хотела играть. Кирк воспротивился. Пусть воспитывает сына и ведет хозяйство. Брат трещал по всем швам. Атмосфера Голливуда губительна для союзов, заключенных в спешке между очень разными людьми, но с одинаковыми амбициями. Кирк с Дианой не очень понимали друг друга. То же произойдет с Майклом и его первой женой. В Голливуде актерам объясняли, что делать и чего не делать, что носить, с кем дружить и кого избегать. Киномагнаты распоряжались актерами как своей собственностью. Кирк не желал подчиняться правилам. На студии потребовали, чтобы он пошел к пластическим хирургам и избавился от ямочки на подбородке. Не понимали, что эта деталь его внешнего облика станет зримым выражением мужественности и сыграет важную роль в кинокарьере. Впоследствии Майкл Джексон признавался. Он сделал две пластические операции, чтобы обзавестись таким же подбородком, как у любимого им актера Кирка Дугласа. Кирк умудрился нажить себе кучу врагов. В Голливуде говорили, с ним трудно работать, с ним сложно иметь дело, зато с ним легко поссориться. Даже не знаю, почему я заработал такую репутацию, удивлялся Кирк. Кирк отказался от завидного гонорара за фильм, который его не заинтересовал, и принял предложение сниматься за деньги втрое меньшие у начинающего режиссера Стэнли Крамера. Не прогадал. Лента «Чемпион» принесла ему успех. Он нашел свое амплуа. Знаменитым его сделал Спартак. Стэнли Куврик снял его в 60-м году. Спартак же и навлек на Кирка большие неприятности. Приход Фиделя Кастро к власти на Кубе, под боком у Америки, пробудил старые фобии. Выяснилось, что маккартизм, борьба с внутренним коммунистическим врагом, оставил открытую рану. Ультраправая организация «Американский легион» мобилизовала свои отделения по всей стране, чтобы устроить бойкот Спартака. Не смотрите марксистский фильм. Только что избранный президентом Джон Кеннеди заинтересовался и отправился в кинотеатр, чтобы увидеть картину, из-за которой спорила вся Америка. Надо отдать должное Кирку Дугласу. Он никого не боялся и никого не пытался ублаготворить. Привык, что завистники и соперники его ненавидят. Его бешеный темперамент дети Кирка называли русским характером. Человек очень обаятельный, умный, чувствительный. Он взрывался, если его атаковали. Вспышки гнева были настолько сильными, что один журнал назвал его самым ненавидимым человеком в Голливуде. А поскольку в тех местах память живет долго, Майкл Дуглас, начиная карьеру в кино, обнаружил, что его отца не забывает. Брак развалился. Супруги расстались без скандала. Кирк, хотя и согласился, что дети останутся с матерью, плакал, расставаясь с мальчиками. Майкл обвил его шею руками и не хотел отпускать. Но ничего исправить было нельзя. И мальчик ощутил обиду на отца, который его оставил. То же самое произойдет между Майклом и его сыном Кэмероном. Юный Майкл не знал, чем заняться. Выбрал профессию юриста, чем порадовал отца. Кирк не хотел, чтобы сыновья шли его путем. Сухая статистика свидетельствует. 85% американских актеров всегда сидят без работы. Майкл, без сомнения, стал бы преуспевающим и многозарабатывающим юристом. Но он отказался от престижного Ельского университета и выбрал калифорнийский Санта-Барбаре. Ему понравились рекламные брошюры с фотографиями серфингистов и девушек в купальных костюмах. Все время он проводил на пляже. Оценки были наихудшими. Преподаватели махнули на него рукой. После первого курса он ушел. Хотя ему было сказано, что он может вернуться в любой момент. Он интересовался автогонками. Работал на заправке. Родители боялись, что Майкл пойдет по дорожке, которую проторили многие сыновья актеров и которые ведет к тяжелым наркотикам. Наркотиками он баловался, в отличие от отца. Америка вступила в десятилетие глубокого внутреннего раздрая. Романтики разошлись с циниками. Сан-Франциско стал центром движения хиппи. Взрослые с ужасом говорили, что американская молодежь получила слишком много свободы и отказывается от традиционных ценностей в пользу путешествий в мир фантазий с помощью ЛСД и других синтетических наркотиков. В моду вошли коммуны. Жизнь сообща. Весной 1966 года Майкл присоединился к коммуне, разместившейся на Банана Роуд в Санта-Барбаре. Выращивали травку или привозили из соседней Мексики. Голыми загорали под солнцем, купались. Выращивали виноград, чтобы делать свое вино. Ставили пьесы собственного сочинения и спорили о вьетнамской войне и гражданских правах. Лозунги «Улыбайся брату! Любовь, а не война!» Майкл отпустил длинные волосы. В коммуне не стриглись, отращивали бороды. Оседлал мотоцикл. На заднем сиденье – блондинка. Девушки ходили без лифчиков. Хиппи отстаивали право на демонстрации, на свои идеи и на полное недоверие к власти. В отличие от отца, Майкл не хотел воевать во Вьетнаме и не пришлось. Когда начался призыв, медицинская комиссия его забраковала из-за прежде не диагностировавшихся проблем с позвоночником. Роман Кеннекизи, пролетая над гнездом кукушки, был опубликован в 1962 году и не вызвал большого читательского интереса. Но на него обратил внимание Кирк Дуглас и приобрел права на постановку. Но его мечта поставить гнездо кукушки не реализовалась. Он передал права сыну. Майкл ушел из улиц Сан-Франциско, сыграв 104 серии. Ему не советовали покидать удачный проект. Но у всех выдающихся людей случается в жизни момент, когда они принимают судьбоносное решение. Для Майкла Дугласа это была работа над гнездом кукушки. Он должен был найти деньги на съемку. Кто даст их начинающему продюсеру, которого скептики в Голливуде снисходительно именовали слабеньким актером? Кинокомпании в начале 70-х несли большие убытки – сотни миллионов долларов. Сексуальная революция совершилась, наркотики перестали быть новинкой, насилием была полна жизнь и все труднее стало ее показывать на экране. Для человека, которого выставили из колледжа после первого семестра и который не учился актерскому мастерству, Майкл Дуглас держался с невероятным опломбом, когда киномагнаты смеялись ему в лицо и говорили, что он просто сумасшедший, если намерен сам снимать фильм. Он доказал, что они все ошибались. Майкл добился своего и снял фильм, который стал классикой, без которого теперь немыслимой историей кинематографа. Картина «Гнездо кукушки» получила 4 «Оскара». Ему уже не задавали вопрос, каково быть сыном Кирка Дугласа. Кирка вопрошали, как он ощущает себя в роли отца Майкла. Майкл Дуглас и сыгравший главную роль Джек Николсон стали мультимиллионерами. Развлекались вместе, женщины, лучшая шампанская и травка, какие только можно купить за деньги. Но актеры Николсона знали миллионы зрителей. Дугласа – продюсеры, только профессионалы. Если после первого громкого успеха не сумеешь его повторить, тебя назовут неудачником. И на Дугласа это давило. Пока он не нашел сценарий, по которому поставил увлекательный триллер «Китайский синдром» об аварии на ядерной электростанции. Когда картину сняли, энергетические компании организовали антирекламную кампанию. Фильм, провокация, безопасность ядерных электростанций гарантирована. Через 12 дней после выхода ленты на экран, 31 марта 1979 года, Майкл услышал по радио сообщение о ядерной аварии на Тримайл-Айленд в Пенсильвании, что было лишь предвестием Чернобыля. Власти рекомендовали беременным женщинам и детям немедленно уехать подальше. Но Дуглас это совпадение вовсе не считал удачей. Зачем покупать билет на его фильм, если все то же самое бесплатно показывают по телевизору? Актерский успех и успех у женщин ему принесло роковое влечение. Идея фильма о безумной страсти крутилась долго, лет шесть. Студия за студией, режиссер за режиссером отвергали его предложения, уверенные, что публика не примет такого рода историю. Сценарий переписывали много раз. Было девять вариантов финала. Но он был к ней готов. Возможность развернуться в полную меру ему дал Оливер Стоун в фильме «Олд Стрит». Но почему он его выбрал? Герой фильма – миллионер. Дуглас тоже. Герой ленты посвятил жизнь зарабатыванию денег и ни перед чем не остановится, движимый своими амбициями. И Дуглас такой же. Только он не нарушает закон. Дело не в деньгах. Они им обоим уже не так интересны, после того, как заработана достаточная сумма. Они без ума от самого процесса. Предвкушение большой игры рождает дуглость и вдохновение и подпитывает его энергией. Они оба наслаждаются символами своей власти и положения. Роскошный дом, собственный плавательный бассейн, антиквариаты, коллекции картин, Феррари и Порше в гараже – все, что привлекает женщин и отпугивает менее уверенных в себе мужчин. Конечно, Майкл Дуглас – уверенный в себе хладнокровный парень. Он дает ответ раньше, чем вы задали вопрос. Но кипят ли в нем злоба и гнев, страсть к мщению? Где нож, которым он готов вырезать свои инициалы на теле поверженного врага? Стоун увидел все это в Дугласе? Он не столько актер, сколько крупный амбициозный игрок, способный рискнуть. Стоун поверил, что Майкл сможет преобразиться. Майкл не учился актерскому мастерству. Актеры реалистического направления, как Марлон Брандо или Роберт Дунира, воспитанной школой Станиславского, которая учит находить эмоции внутри себя. Репертуар Дугласа был небольшим, актерская техника скромной. Он снимался в собственных фильмах, где некому было с ним работать. Волл-стрит он впервые за 27 лет актерской карьеры получил главную драматическую роль с большими диалогами и монологами. Переживал, осилит ли он. Понимал, неудача погубит его, как актера. Оливер Стоун рисковал. Признавался, что у него были колебания. Его отговаривали. Майкл – продюсер, а не актер. Отношения складывались непросто. Сошлись два гладиатора. Стоун считал, что он хозяин на съемочной площадке. Дуглас плохо поддавался. Стоун решил, что Дуглас ленится. Стоун выводил Дугласа из себя. Где, черт побери, гена твоего отца? Мне в этом фильме нужен сын Кирка. Они ссорились. Но Стоун заставил Дугласа взрастить своего героя внутри себя. Своим фильмом Стоун целил не в финансистов, нарушающих закон, а в саму систему, которая их порождает и дает им возможность процветать. Девятиминутный монолог героя Майкла Дугласа о том, что жадность – это хорошо, напоминает речь миллиардера Айвина Боецки, которого арестовали за незаконные сделки. Он говорил, что жадность – это хорошо. Жадность работает. Жадность – это правильно. Майкл Дуглас получил Оскара за лучшую мужскую роль в Уолл-стрит. Принял награду с чувством торжества. Коллеги оценили его в роли, которую считали непосильной для него. Он сравнялся с Лавой с отцом и даже добился большего. Основной инстинкт – самый эротический фильм десятилетия. Сценарий написал Джо Эстерхази, родившийся в Венгрии. В июне 90-го сценарий был куплен за 3 миллиона долларов. Режиссерам пригласили Пола Верховена, снявшего «Вспомнить все». Голландца, с акцентом не менее заметным, чем у Арнольда Шварценеггера. Верховен предложил на главную роль уже знакомую ему Шарон Стоун. Но ее еще мало знали. Дуглас бы предпочел Джулию Робертсу. Перебрали еще полсотни имен. Ни одна из крупных актрис не согласилась. Отпугивала небывалая откровенность. Первую сцену, когда обнаженная блондинка убивает своего любовника, в Америке перед прокатом сильно сократили. Но не в Европе, где зрители увидели ее в полном объеме. Майкл Дуглас и Пол Верховен по-разному видели характер героини Шерон Стоун. Она жаловалась. Я оказалась между двумя очень умными людьми. Каждый требовал чего-то другого. Лавируя между ними, мне пришлось исполнять сложный танец. Дуглас говорил, что между Верховеном и Стоун сложились сложные отношения любви и ненависти. Ага, откликнулась Стоун. Он меня любил, а я его ненавидела. Режиссер не упустил случай показать, что Шерон Стоун не носит нижнего белья. На съемках добивался высокого накала эмоций. Выброс адреналина был мощным. Я была испугана, ничего не ощущала. Но Майкл – потрясающий партнер. Он сохранил абсолютное спокойствие. Настоящий профессионал. Главная эротическая сцена занимает пять минут. Снимался на пять дней. Дуглас клялся на Библии, что между ним и Шерон Стоун ничего не было. Но зрители не сомневались. Не будь между ними этого в реальности, они бы не смогли так сыграть. А Майкл действительно остался холоден к Стоун. Так и не привык к ее резкости. Они долго готовились к этой сцене, привыкая друг к другу и уменьшая количество одежды. Шерон, чтобы они не думали, в реальности опасалась сексуальных сцен. Но преодолела свой страх. Ей хотелось доказать, что она способна сыграть все. Настал момент, когда она сбросила остатки одежды и сказала Дугласу. Ладно, хватит прикидываться. Давай это снимем. Режиссер переснимал сцену вновь и вновь, находя все новые углы зрения. Дуглас понимал, что режиссер, как и Оливер Стоун на съемках Уолл-стрит, давит на него, чтобы спровоцировать нужные эмоции. Но злился. Это какая-то китайская пытка, осуществленные фантазией Франца Кавки. Ледяную холодность Шерон Стоун зрители оценили. Фильм сделал ее звездой мирового уровня. Люди, которые, как мечтала Стоун, когда-нибудь ответят на ее звонок, теперь названивали сами. Ее гонорары взлетели с нескольких тысяч до двух с половиной миллионов долларов. Раньше на Каннском кинофестивале ее бы никто не узнал. А теперь ей понадобились десять телохранителей, чтобы пробиться через толпу. Стоун с ума уверенно говорила. «Я поняла, что любой мужчина в Голливуде будет принадлежать мне, если только я этого захочу. Нет, я не права. Не только в Голливуде. Везде». Дугласа допытывали, в какой степени сыгранная им роль соответствует его натуре. Он отвечал, что становится настоящим животным, если в нем пробуждается страсть. Любой человек следует заложенным в нем инстинктом. «Когда они берут верх, ты теряешь контроль над собой». В марте 77-го 33-летний Дуглас женился на 19-летней Диандре Лукер, дочери дипломата. «Но его жене сразу не понравился Голливуд. Повсюду одни и те же разговоры». Она жаловалась. Это все равно, что провести всю жизнь в кругу зубных врачей. Диандру не устраивала роль голливудской жены. Ланчи в стервозной атмосфере, безрадостные вечеринки, разговоры о диете, подтяжках лица и достоинствах различных пластических хирургов. И ей не нравилось женское внимание, которым Майкл был окружен. Вокруг него велись мириады молодых и привлекательных женщин. И что она должна была ощущать, видя, что муж предстал перед публикой голым. Едва ли ей было приятно слушать, как другие женщины оценивают его мужские достоинства. Как его отец, Майкл настаивал на том, что вместо жены – дома. Для женщин настали трудные времена. Все желают видеть супер-женщину, которая и карьеру делает, и детей воспитывает. Получается, что если женщина не удовлетворяет всем этим требованиям, она выглядит неудачницей. А умение вести домашнее хозяйство вообще не воспринимается как достойная альтернатива. Афроамериканцы – не единственные разгневанные люди в Америке. В мультирасовом и мультикультурном обществе множество источников напряженности. Типичный конфликт обрел кровь и плоть в образе, который сыграл Дуглас. Фильм «С меня хватит» породил общенациональную дискуссию. В Калифорнии корейцы, латиноамериканцы и другие меньшинства устраивали пикеты у кинотеатров, протестуя против показа картины, которую сочли оскорбительной. Дуглас отказался приносить извинения, объяснил. «Расизм – часть персонажа, которого я играю. Я не защищаю эти взгляды и не разделяю их. Но я хотел показать, что они существуют». В конце октября 1996-го его 17-летний сын Кэмерон не затормозил вовремя и врезался в восстановившийся перед ним автомобиль. Тот стукнул в следующую машину, за рулем которой на несчастьях Кэмерона сидел агент секретный слух. Видя состояние Кэмерона Дугласа, он велел ему отдать ключи от машины и вылезти. Но тот нажал на педаль газа и уехал. По дороге еще и стукнул такси, которое въехало в фонтан. В результате Кэмерона Дугласа арестовали. Ему предъявили несколько обвинений, включая езду в пьяном виде и вождение бесправ, которые у него отобрали еще после предыдущего нарушения правил уличного движения. Кэмерон Дуглас пытался изменить свою жизнь. Когда уже казалось, что он преодолел страсть героин, пошел по стопам отца, стал продюсером фильма, в котором собирался сыграть главную роль, все рухнуло. 28 июля 2009-го он был арестован на Манхэттене за хранение запрещенного наркотика. До суда его посадили под домашний арест. Запретили покидать квартиру своей матери. Но как только мать вышла на улицу, Кэмерон по телефону заказал порцию героина. Товар доставили. К перечню обвинений добавилось еще одно. Ему дали пять лет. Говорили, что он легко отделался. Судья объяснил, что принял во внимание письма родных Кэмерона. Но счел нужным отметить, что в свое время родители не уделяли сыну должного внимания. Майкл был подавлен. Говорил в телеинтервью. Надеюсь, тюрьма поможет решить его проблемы. Он понимает, что у него есть шанс начать новую жизнь. Как и обещал, Майкл на полтора года оставил кино, чтобы доказать жене, что он хороший муж. Но охваченный страстью к работе не мог уйти навсегда. Семейное судно вновь попало в шторм. Жена мирилась с его образом жизни, пока он пробивался. Теперь он зарабатывал очень большие деньги, но стал еще более занятым человеком. После 20 лет брака они разошлись. Бывшая жена при разводе получила 45 миллионов долларов, а также дома в Калифорнии, Нью-Йорке и Европе. А он встретил женщину, с которой захотел соединить свою жизнь. Актриса Кэтрин Зетта Джонс на 25 лет его младше. Она от рождения наделена волей к успеху, который демонстрирует вновь и вновь. Познакомились они с Майклом в августе 98-го на кинофестивале, где он получал награду за идеальное убийство. Все было хорошо, пока Майкл не признался. Я бы хотел быть отцом ваших детей. «Я многое о вас слышала», – холодно ответила Кэтрин. «Приятно убедиться, что все это правда. Спокойной ночи». Майкл не сдался. Отправил огромный букет роз с запиской «Прошу простить меня, если я перешел красную линию». Его настойчивость была вознаграждена. Отмечая свой 31-й день рождения, Кэтрин призналась, что Майкл сделал ей предложение. Родители были рады, хотя ее отец и мать всего на три года старше Майкла. В августе 2010-го у Майкла Дугласа диагностировали злокачественную опухоль. Он прошел курс химии и радиотерапии. Откровенно рассказал, что опухоль росла очень быстро, и ему ставили диагноз «рак в четвертой степени». Но потом оказалось, что раковые клетки дальше не распространяются. Врачи дали ему 80 шансов из стана выздоровления. Майкл не пал духом. Это у него тоже от отца. Кирк Дуглас попал в авиакатастрофу в Калифорнии. Его вертолет столкнулся с легким самолетом, который пилотировал ученик. Кирк выжил, но на несколько месяцев выбыл из строя. Затем новое несчастье – инсульт. А ему уже 80 лет. Кирка Дугласа парализовала. Он не мог говорить. Погрузился в тяжелую депрессию и решил покончить с собой. Он умудрился вытащить пистолет, оставшийся от съемок вестернов. Зарядил его, сунул ствол в рот. И задел больной зуб. Дикая боль вернула его к жизни. Он рассмеялся сквозь слезы. Даже застрелиться не мог. Кирк оправился от инсульта. Написал книгу мемуаров. Получил высшую награду киноакадемии. На торжественной церемонии, за которой следила вся страна, он говорил с трудом, но справился и произнес семиминутную речь. В январе 2011-го Майкл Дуглас порадовал своих поклонников известием, что излечился от рака. А в августе 2013-го собрался развестись с Кэтрин Зеттой Джонс. Потом передумал. А ей нет смысла спешить расставаться с Майклом. В брачном договоре записано, что в случае развода Кэтрин получит по три с лишним миллиона долларов.